Книга «Открытым оком» 25 том, вопрос 3709, тема покаяния. Публикуют воспоминания о декабристах, что они проложили дорогу к революции. Они все были неверующие, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Обо всех сказать не могу. Есть воспоминания и предсмертное письмо Рылеева, им написанное в ночь перед казнью. Письмо русского поэта-декабриста Кондратия Рылеева, написанное им в день казни 13 июля по старому стилю 1826 года. Письмо было передано его жене через священника. Затем, не знаем, когда именно это письмо Рылеева попало к семье, состоявшей в родстве с ним, и до недавнего времени находилась у престарелых членов этой семьи, проживающей за пределами Советского Союза. Мы получили подлинник, написанный рукой Рылеева, через одного нашего слушателя. Глубоко религиозное содержание этого письма характеризует человека, сыгравшего руководящую роль в декабристском восстании. Кавычки открываются. Исповедимые судьбы непостижимого. Я ни разу не возроптал за все время моего заключения, и зато Дух Святой дивно утешает меня. Подивись, мой друг, когда я занят только тобой или нашей малюткой, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином! Благодарю моего Создателя, что Он меня посетил, и я умираю во Христе. Это дивное спокойствие в том, что Творец не оставит тебя ни нашей малютки. Ради Бога не поддавайся отчаянию, ищи утешения в религии. Я просил нашего священника посещать тебя, слушай советов его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности моей. Или лучше сказать, на память, потому что возблагодарить его может только Бог за то благодеяние, которое Он оказал мне своими беседами. Ты не оставайся возле ребенка, а старайся кончить скорее дела свои и отправляйся к почтенной матушке. Проси ее, чтобы она простила меня. Равно всех родных проси о том же. Катерине Ивановне и детям ее кланяйся и скажи, чтобы они не роптали на меня за МП. Не я его вовлек в общую беду, он сам это засвидетельствует. Я хотел бы просить свидания с тобою, но рассудил, чтобы не расстроить себя. Молю за тебя и Настеньку, за бедную сестру Бога, и буду всю ночь молиться. С рассветом будет у меня священник, мой друг и благодетель, и опять причастит. Настеньку благословляю, еще раз нерукотворным образом Спасителя, и поручаю всех вас святому покровительству живого Бога. Прошу тебя более всего, заботься о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она была воспитана, как и я. Старайся вложить в нее свои христианские чувства, и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни. И когда будет иметь мужа, то осчастливит и его, как ты, мой милый, мой добрый и неоценимый друг, осчастливила меня. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами? Они не могут выразить чувств моих. Бог наградит тебя за все. Почтеннейший Просковье Васильевне, моя душевная и искренняя предсмертная благодарность. Прощай, велят одеваться, да будет его святая воля. Твой искренний друг Рылеев. Псалом 101.3 Не скрывай лица твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо твое. В день, когда воззову к тебе, скоро услышь меня. Притча 1, 10, 11, 15, 16 Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою, отстызи их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. Делал Сидекия царь неугодное в божьих очах. Долг позабыл, и закон позабыл перед Господом страх. Именем Бога, кланя, Клинясь и затем нарушая обет, Долго царя прогневлял он целых одиннадцать лет. Так совершалось, покуда, свершая небес приговор, Мститель пред ним не явился, царь Навуходоносор. И длилась осада, и в городе голод, царит и тоска. Грозно над грешной землей Тяготела Господня рука. Ужас сердца охватил. Ужас сердца охватил, набежав из покинутых стен. Царь и дружина его были сразу захвачены в плен. Стали рабами. Навек иудеи свободной страны. Храм же Господень и дом был огнем сожжены. Горько Израиль оплакивал гибель народных святынь, Павший навеки в обломках гордых когда-то твердынь. Сам же Седекия в Ривлу пленником был отведен. Там по приказу цареву зрения был он лишен. И перед тем, как навеки очи окутала тьма, Видел он в пламенном море храм и дворцы и дома, Взором последним и скорбным неослепленных очей. В страхе немом созерцал он гибель родных сыновей. Михайлов